ОЧАКОВ ТВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Здрасте. Доброй ночи. Доброй ночи. Картнодара. Слушайте, вот я тут один ролик мне показали. Смотрите, он такой 30-секундный. Можете послушать его, прокомментировать? Здравствуйте, ребятушки. В общем, у меня такие новости. Я состою в группе, где мы помогаем ребятам, которые ушли на фронт нашим военным, собрать на тепловизоры. Они просто мерзнут, а тепловизоры очень дорого стоят, от 50 до 100 тысяч рублей. Если у вас есть возможность помочь денежке, пожалуйста, я прикреплю свой номер карты. Любые деньги, там, 10, 50, 100 рублей могут помочь согреться нашим военным. Слышали, да? Ну, типа, денег просит. Мы не местные, подайте кто, чем может. Да, да, нет. Она российский блогер, просит денег для тепловизоров, для военных. Для военных, которые воюют сейчас в Украине. И говорит, дайте денег на тепловизоры, потому что их надо согревать. Их нечем согревать. Вам ничего не показалось странным в этом видео? Ну, странно, знаешь, что показалось? То, что ты это показываешь. То, что я показываю. А все остальное у вас укладывается в голове, правильно? А что это херня? Это, знаешь, у нас на площадях, знаешь, сколько попрошает? А то, что ты это показываешь, это вот странно. А попрошайки на площадях, их кто-то охренеет. А зачем ты это показываешь? Нет, нет, смотрите, странное, что такое... Твоя цель. Я давай тогда безвыкать, нахуй. Давай просто... Хорошо, только без мата. Хорошо, я скажу тебе, я понял. Да, только не выкай, не пукай, не надо. Хорошо, давай без мата, если без мата. Можешь говорить? Да, пожалуйста. Это элементарно. Вот я хотел просто узнать, я хотел просто узнать, смотри. Она собирает на тепловизор, чтобы согревать в окопах. А тепловизор ведь это такой... Ой-ой-ой, там тепловизоры в окопах согревают. Это просто сбор денег. Это, знаешь, сколько бывает? И у вас в Украине этого чмать, мучая. А в России сейчас... Как ты думаешь, одним тепловизором сколько можно согреть людей? Ну, как минимум, самого себя любимого, это точно. Если собрать, побольше бабок. Но это самому себя согреет точно. Нет, 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 на фронте, когда человеку дают тепловизор, он один только согреется или можно согреть много людей? Не-не-не, надо как можно больше тепловизоров собрать и погреться на Мальдивах. Вот это будет правильно. А ты знаешь, что такое тепловизор? Я знаю, что такое тепловизор. Что это такое? Я знаю, что такое нужно купить, и чтобы дать типа... Что такое тепловизор, дай мне, пожалуйста, определение. Как ты думаешь, что это? Я ещё рассказываю, будешь подполковником внутренних войск. Что такое тепловизор? Умник ебаный. Тихо, 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 не подгарай. Так что такое тепловизор, как ты думаешь? Я знаю, зачем их собирают. Нет, я тебя не спрашивал, зачем их собирают, я спрашиваю, что такое тепловизор. Ди, тянь, limited, кто это такое. я не знаю я не читаю с тепловизор и вот надо в розетку втыкать чем согреться как это как камин такой портативный а она хочет в окопа об окопов то в окопах розеток нету правильно что такое тепловизор объясни мне собирают что такое я не понимаю ты как военный рассказение что такое тепловизор ну давай я тебе сейчас буду рассказывать ну примерно в общих сердцах расскажи что такое тепловизор тепловизор это когда ты смотришь трубочку а там видно в инфракрасном излучении движение любого излучающего тепло видишь ты это знаешь тебя для полковника мне не назначили ты все лишь подполковник такой умный не может быть в российской армии кто знает что такое тепловизор минимум полковником должен быть я ругайся пожалуйста матом не ругайся он по-другому с тобой не поговорить ты местный блогер или чё да ну тогда давай пообщаться по человече зачем ты меня экзаменует нет я просто думал что ты уловишь вот эту всю иронию ролика который я тебе показал а ты начал сразу свадьбу подожди ну не перебивай что ты подгораешь полковник огурцов у нас есть подполковник огурцов который подгорает ты не должен подбирать ты же не хочешь быть подполковником огурцовым номер два нет не хочу я просто внутренних войск слушай давай и сейчас хочешь извиниться перед украинцами за то что ваша сторона делает с украиной если хочешь у тебя есть шанс давай это как ты будешь записывать и это прямой эфир тебя смотрят час две тысячи шестьсот пятьдесят три человека дорогие украинцы я моя фамилия потуга если вы понимаете знаете русскую или нет украинскую мову то вы знаете что это значит потуга и вот подполковник потуга внутренних войск СССР в отставке старый уже стердон говорит вам ребятки мы все одного поля ягода мы все православные люди мы русские и я потуга тоже русский и вы там все живусь только на Украине русские что православные а вот униаты они не русские они уже предали наше родное православное это предатели и предатели униаты разрушают как раковая опухоль уничтожает Украину и пытается уничтожить Русь белую великую и малую вот и все что я хотел сказать если вы хотели этого я понял а можно узнать более конкретно кто такие униаты униаты это 300 примерно лет тому назад примерно я не скажу сколько точно далее унию нет а сегодняшнем дне сегодня кто такие униаты которые разрушают Русь великую не адская греко-католическая церковь а то есть церковь заставила вашу страну напасть на Украину правильно оп-оп-оп-оп дружище не надо дурака включать выключи Узбека выключай не униатская церковь а что ты против Узбекова имеешь что за ксенофобия это не красиво Узбеки поверь мне есть поумнее тебя на порядок Узбеки не обидятся они меня знают прекрасно я Узбеков знаю сколько служило ох они все меня как братом начальник ты не знаешь Узбеков Узбеки это прекрасные люди хоть и мусульмане хоть и мусульмане Клахнов ты сказал знаешь ты знаешь был один был один я не помню у кого-то великого большого писателя подожди подожди по-моему у Бабеля это было по-моему у Бабеля это было замечательный человек хоть и еврей вот ты примерно то же самое сказал хоть и мусульмане да 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 ты понимаешь что это и есть ксенофобия это не ксенофобия я их всех уважаю и люблю и Узбеков и Чеченов они все за Родину за Россию всегда стояли насмерть хорошо а как тогда понять как тогда понять твое высказывание хоть и мусульманин ну и что хоть и мусульманин а что такого а что что ты хочешь мне предъявить да ничего тебе жизнь уже предъявила блин лишила тебя человеческих качеств тебя жизнь уже предъявила понимаешь кто предъявила жизнь 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 предъявила тебе а ты когда жизнь предъявляет она лишает мозгов человека тебя лишила человеческих качеств Ты кто? Слава Украине? Ну-ка, гавни. Ну, бандеровец ты или кто? Бандера кто? Герой? Бандера это герой? Тихо, тихо, не ори, не ори. Не ори. Не ори. Не подгорай. Подполковник Помидоркин не подгорай. Это ублюдок. Ты понял? И вот сейчас любой, кто меня услышал, скажет, да, прав, Владимирыч, ублюдок бандера. А ты кто сказал? Что ты сказал? Ты сказал, бандера, герой, это ты ублюдок. Ты понял? Я тебе сказал, бандера, это герой Украины, который, который, тихо, тихо, подожди, сейчас я чуть-чуть прикручу. Бандера – это герой Украины, который всю свою жизнь сражался за свободу и независимость Украины, понимаешь? Если бы он, например, был, как вы его обвиняете, там, в нацизме, в фашизме, то тогда, тогда, тогда бандера бы был осужден на Нюрнбергском процессе, понимаешь? Ты этого не знаешь, знать не хочешь, потому что ты НКВДшник обычный, понимаешь? Ты же внутренние войска, да? Да, внутренние. А ты НКВДшник обычный, понимаешь? Нет, это, да. Твой дед, твой дед, НКВДшник, расстрелял моего деда в 1937 году. Вот такая образота, как ты он был. Нет, мой дед, Григорий Яковлевич, взял высоту 203 в Псковской области и получил за это орден Красной Звезды, лейтенант, член ВКПБ. Преш, а, член ВКПБ, да. ВКПБ, да, он член ВКПБ. А ты не член ВКПБ? Тихо, 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 не подгорай. А я коммунистом не был никогда. Ты подполковник, не был, подполковник при Советском Союзе не был коммунистом, вот брехло, блин, вот брехло. Не бывает подполковников, чмочник, блин, не бывает ни коммунистов. При Советском Союзе не было никогда. служива при россии а то а то россии не был коммунистом не был я был корсомоль в каком в каком сколько тебе было лет в девяносто первом году ладно все пошел нахер короче не хочу я больше с ним разговаривать блин или лоид блин и и и и и и и